В прошлый раз я рассказывал про облигации как самый первый инструмент, который я рекомендую для начинающих инвесторов и который дает гарантированную доходность при соблюдении условий некоторых. И прежде всего я хочу, чтобы вы начинали именно с надежных облигаций, то есть с государственных ОФЗ, которые дают вроде бы такую же доходность, как и депозит или немножечко больше, но все там не так просто. И сегодня давайте попробуем оценить справедливую цену облигаций. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, повторяю вкратце то, что было в прошлый раз. Я рассказывал о том, что надо начинать с облигаций, именно с ОФЗ, самых надежных для того, чтобы не потерять, потому что люди больше всего боятся потерять. А сейчас как раз именно тот момент, когда потерять легче всего, потому что акции падают. И наша цель сохранить деньги и сохранить деньги от инфляции. И пусть это будет приблизительно доходность такая. Инфляция плюс 1%. То есть мы будем не гнаться за большими прибылями, за большими доходами, которые здесь весьма возможны, но при этом риски огромные. А инфляция плюс 1%. Очень скромненько. Сейчас инфляция где-то 8,4%. То есть получается цель 9,4% годовых. Это все равно больше, чем даст вам банк. Во-первых, во-вторых, банк, как я говорил в предыдущем видео, дает доходность только, гарантирует на срок, определенный срок небольшой. А облигации как раз дают доходность больше. Итак, мы хотим определить справедливую цену на облигации. Смотрите, дело в том, что облигации это дело такое, там начисляется купонный доход, он абсолютно фиксирован, как правило, и ни от чего не зависит. То есть вы получаете каждый промежуток времени, обычно это полгода, как я показал в прошлый раз. И вы получаете раз в полгода вот этот вот купонный доход, но на самом деле он накапливается постоянно, каждый день прибавляется в виде накопленного купонного дохода, просто он выплачивается вам раз в полгода. И этот купонный доход фиксированный, то есть он гарантирован, строго определен. И этот купонный доход начисляется на номинал облигации. И номинал облигации, как правило, 1000 рублей, и поэтому цена на облигацию как раз гуляет. И надо определить справедливую цену облигации. То есть доходность облигации, может быть, купонный там 4%, 5%, 6%. Сейчас-то доходность, ну, никому такая не интересует, сейчас нас интересует доходность 9,4%. И вы видели, что эффективная доходность в тех облигациях, которые я вам показывал в прошлый раз, как раз 9,67, там 9,47 и так далее. Вот такие были доходности. За счет чего они достигаются? За счет того, что цена отличается от номинала. И если вы помните, что порядок формирования цены это процент от номинала. И вот мы смотрим, цена последней сделки. И здесь 99%, 96, 89, 83, 92, 93 и так далее. Какая же, а вот здесь вот 77 вообще. Вот, но при этом, значит, смотрите, доходности 9,59, 9,52, 9,50, 9,49 и так далее. Как же определяется вот эта вот справедливая цена и как мы должны купить облигацию по какой цене, ну, для того, чтобы она была прибыльная. Ну, давайте рассмотрим следующее. Значит, смотрите, итак, нам нужна доходность D, 9,4% годовых и надо найти C, справедливую цену облигации. Цена, как я уже сказал, определяется в процентах к номиналу. У нас есть номинал облигации, есть К, купон. В табличке этот купон в виде рубляй, просто, просто рубли. И вот сейчас мы смотрим и видим, размер купона, вот, 37,90, длительность купона 182. Это значит, что два раза в год вы получите по 37,90 с разницей в полгода эти купоны. Ну, на самом деле, получается 37,90 умножаем на 2, получается сколько там? 60, 74, 75, 80. Вот, то есть, 7,58 купонная доходность, вроде как, получается. И вот здесь, ну, размер купона, он разный. Вы видите, да? И он у нас есть, он фиксирован, он строго определен. Тогда цена, как процент к номиналу, тогда при фиксированном купоне наш доход будет. Смотрите, номинал, умножаем на цену, это сколько денег мы отдали за эту облигацию, сколько мы в нее инвестировали. Умножаем на D, доходность, которую мы хотим получить, а доходность, которую мы хотим получить, это 9,4%, ну, или 0,094, если переводить из процентов в обычные цифры. И это должно быть равно купону. Получаем, что, значит, ну, получаем, что нам нужна цена определить переменная. Получаем, что цена равно K поделить на D и умножить на N. Вот, вот такая вот формула. Видим, да? И подставляем сюда значение. Если D равно 9,4%, номинал 1000 рублей, это для всех, то для облигации ОФЗ 26237, конкретная облигация, мы имеем, значит, купон 6681, я посмотрел. То есть, я умножил его на 2, и все. Где она тут у меня? Вот она, она у меня выделена не желтой полосой, а вот просто серой полосой. 26237. Купон у нас 33,41, поэтому два купона в год, это получается 66,82, на самом деле. Делим на 9,4, и я их привел, ну, из процентов в число, разделил на 100, и умножаем на 1000, на номинал. Получается 0,71, ну, или 71% от номинала. Должна быть доходность. Теперь мы смотрим на цену. Цена последней сделки. И цена последней сделки 86,8. И мы смотрим, а почему же не совпадает с нашими расчетами? Казалось бы, вот мы все вроде правильно посчитали. Вот. И получается, то ли, то есть, я когда вот первый раз с этим столкнулся, я первый раз, когда начал считать, я начал считать, думаю, блин, ну, справедливо, это 71% от номинала. А тут люди говорят 86,8% от номинала, и они утверждают при этом, что доходность 9,49. Что-то не клеится, значит, кто-то из нас дурак, и когда, то есть, то ли вот эти инвесторы, которые, так сказать, утверждают вот такие цены и готовы покупать ее по таким ценам, ну, то ли я. Обычно я считаю, что где-то я, наверное, все-таки что-то не досмотрел, что-то не учел. Как правило, именно так это и оказывается. Поэтому я стал смотреть дальше. То есть, доходность 9,49, а у меня, а у меня должна при этом, цена должна быть 0,71%, а вот здесь 86,8%. Что-то здесь не катит. Смотрим дальше. Теперь я предлагаю, значит, я после долгих размышлений решил следующее. Смотрите, вот смотрим еще раз внимательно на эту доходность, на эту облигацию, и видим, что эта облигация с погашением 14.03.2029 года. Грубо говоря, это сколько лет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Через восемь лет она закроется. И, что очень важно, на момент исполнения этой облигации, на момент ее погашения, мы получим тоже известный факт. Мы получим номинал. А покупаем мы ее по какой-то цене, которая ниже номинала. Вот где собака порылась. И по идее, и по идее, вот цена покупки, видим, да, вот здесь красная линия. Цена покупки, это вот верх, это номинал, он всегда остается постоянным. Купонная доходность всегда остается постоянной. А вот эта красная линия, видите, она идет тоже под наклоном. И мы будем получать доход не только за счет купонной доходности, но и за счет вот этой цены. Потому что наша облигация, ну в нашем случае, будет дорожать. И она придет к номиналу. Ну почему к номиналу она придет? Потому что она стоит сейчас ниже номинала. И как-то она придет к номиналу. Я предположил, что это будет прямая линия. И, значит, как можно посчитать. Значит, купонная доходность плюс вот эта вот разница между ценой в начале года и ценой в конце года, которая есть. И я предположил, что это линейная зависимость. И тогда получается, что у нас туда добавляется, значит, что там, номинал, минус цена умножить на номинал, делим на количество лет. Вот так. А теперь самое интересное. А теперь самое интересное, что у нас есть в облигациях. Смотрите, дело в том, что вот эта вот линия красная, то есть купонная доходность абсолютно прямая. Номинал не меняется. Погашение не меняется. Она будет погашена точно за номинал. Мы ее покупаем где-то вот здесь. Мы точно знаем, по какой цене мы ее покупаем. И цена, по которой мы ее покупаем, она примерно соответствует инфляции. То есть купонная доходность плюс разница между вот этим вот, ну, между вот этим ценой на начало и ценой на конец периода, на конец года. То, что будет через год, она стоит. Но вот эта вот цена, вот эта вот красная линия, на самом деле ведет себя не совсем так. И смотрите, дело в том, что вот здесь вот мы взяли облигацию, там я ткнул пальцем, в 2029 год и, значит, есть облигации с другим периодом обращения. Если это с другим периодом обращения, тогда вот эта вот, ой, вот эта вот цена будет вот, ну, вот так вот. Вот она будет круче идти, и поэтому здесь будут уже, ну, совсем другие параметры, значит, и эффективная цена, справедливая цена будет другая. То есть цена на облигацию, мы что выяснили, зависит от ее длительности, насколько она длинная, эта облигация. Вот, и почему надо покупать длинные облигации именно сейчас. Сейчас, слушайте меня внимательно, смотрите, вот сейчас у нас есть период, когда, значит, был период до этого, ну, год назад, скажем, какие ставки были. У нас не было, ни в Америке, ни у нас не было инфляции, то есть в Америке была инфляция, там, 0%, уже лет, там, 30 или 40, они уже забыли, что такое рост цен. У нас инфляция была всегда, но Набиулина ее с успехом поборола, и инфляция снизилась до, вообще говоря, до тех пределов, до которых она хотела ее снизить. То есть Набиулина железной рукой снизила инфляцию до, там, 4-5%, эта цель у нее была, и она этой цели добилась. Вот, и в прошлом году, значит, последние два года в связи с коронавирусом и так далее, значит, там падение, локдауны, и США начинают печатать деньги, раздавать их людям, во-первых, во-вторых, программа количества смещения, QE, то есть они выкупают облигации с рынка, и эти деньги оказываются на фондовом рынке, что повлекло рост фондового рынка. И все эти деньги, которые были напечатаны, казалось бы, деньги не обеспечены, казалось бы, цены должны начать расти, а они не начинали расти. И такие американцы, значит, печатают эти деньги и думают, ну, классно, мы нашли вообще решение всех проблем, просто надо печатать деньги, и все всегда по любой ситуации, потому что это не вызывает инфляции. И вот в конце прошлого года, законно экономически не обманешь, понеслась инфляция, и на текущий момент инфляция в Америке уже практически такая же, как в России, то есть 8 с лишним процентов, там 8,6 процентов, что в России, что в Америке инфляция сейчас. И что будут делать, что сделала Россия в первую очередь, одна из первых, то есть развивающиеся страны, что делают, они повышают учетную ставку Центробанка. Что происходит с учетной ставкой, значит, если учетная ставка повышается, то все сразу начинает становиться дороже, то есть кредиты становятся дороже, депозиты становятся дороже, за счет чего они становятся дороже, за счет того, что проценты выше становятся. И при этом, значит, есть доходность по облигациям, облигации это альтернатива депозиту, как мы понимаем, и доходность по облигации тоже должна повыситься. За счет чего она должна была повыситься? За счет того, что цены на облигации должны были опуститься, они и опустились. То есть сейчас облигации стоят значительно ниже, чем номинал. И это вполне себе объяснимо. То есть сейчас учетная ставка там 8,75, насколько я помню, процента годовых, и поэтому, поэтому вот доходность по облигациям, она, ну, облигации упали в цене. Что это значит? Это значит, что, значит, цена на облигации в первую очередь зависит от ставки ЦБ. А что будет со ставкой ЦБ? Смотрите. Ну, я думаю, что, ну, во-первых, Америка собирается уже как-то ужесточать очень сильно монетарную политику, а во-вторых, значит, Россия будет ли еще повышать ставку Центробанка, наш Центробанк. Но уже не факт, потому что уже повысили очень-очень сильно, мы почти до предела повысили. И цель, таргет по инфляции не изменилась, это там 4-5% инфляции, поэтому, поэтому, когда-то ставка будет снижаться. Что произойдет, когда ставка начнет снижаться? И когда она начнет снижаться? Когда ставка начнет снижаться, цена облигаций начнет расти. То есть, я хочу сказать, что вот эта вот линия, она не прямая. Она может быть как выпуклая, так и вогнутая. Сейчас я попробую это изобразить. Так, здесь не получилось. Да. Вот, посмотрите. Цена на облигацию может быть вот такая, выпуклая, а может быть погнутая. Вот, посмотрите. Вот, когда ставка ЦБ повышалась, то цена, как вы понимаете, пошла вниз. Вот таким вот образом. И сейчас она вот дошла до сюда. То есть, где-то здесь вот она была там в районе номинала, и она резко пошла вниз, вот сюда. Что произойдет дальше? Дальше она будет примерно, ну, пока ставка не будет, то есть, если ставка повысится, она еще может немножечко опуститься. Но потом, однажды, когда-то, ставочка начнет у нас, что, меняться. И она начнет меняться в сторону понижения. Она начнет снижаться. Что будет, когда ставочка начнет снижаться? Когда ставочка начнет снижаться? Так, сейчас я попытаюсь это изобразить. Добавить узел. Да, вот здесь. Так. Так. Вот что у нас произойдет. Так, узел здесь. Вот так вот будет. Когда это произойдет? Я не знаю. Но это когда-то произойдет. И что произойдет с ценой? Смотрите. Вот она пойдет вот так. И вот так. Вот, посмотрите. Вот она сейчас пойдет, она будет стоять на месте. То есть, у нас ставка центробанка не будет меняться какое-то время. А потом она начнет меняться. И когда она начнет меняться, когда она начнет понижаться, то цена достаточно бодренько пойдет вверх. Смотрите, что получается. Доходность по облигации состоит из купонной доходности. Плюс разница. Купонная доходность не меняется. А вот это вот, смотрите, наклон вот этой кривой, он становится выпуклый. То есть, вот с этого момента, как только инфляция уляжется, цены перестанут расти. Ну, я думаю, что это произойдет, может быть, не в этом году. Может быть, в следующем. А может быть, даже позже. Но у нас впереди 8 лет. И за 8 лет это точно когда-то произойдет. Когда это произойдет, смотрите, купонная доходность у нас, сколько там, 6%. И вот эта вот доходность разницы в цене, она очень резко вырастет. То есть, у нас еще добавится где-то 10%. Понимаете? То есть, вы понимаете, в чем дело? И вот в этот год доходность по этим облигациям вырастет аж до 16%. То есть, те, кто не купил эти облигации сейчас или вот здесь, да, они будут ломать, кусать локти и говорить, блин, почему я их не купил? А вы будете радоваться, потому что ваша доходность будет 6% плюс где-то 12%, то есть, 18% до 20% на облигациях абсолютно надежных можно сделать. И именно на долгосрочных. Почему на долгосрочных? Потому что, ну, никто не знает, когда ставка начнет понижаться. Может быть, она в следующем году уже будет понижаться. Может быть, через один год. Может быть, через два года. Но это произойдет точно. И когда это произойдет, когда это произойдет, смотрите, вот, она уже выросла практически до номинала. И здесь уже мы можем выбирать. То есть, мы можем, если нас устраивает купонная доходность, то хорошо, если не устраивает, то, ну, в общем сказать, мы можем ее продать, если мы нашли альтернативный источник, ну, вернее, альтернативную инвестицию. То есть, куда можно инвестировать с более высокой доходностью. То есть, если не нашли, то, значит, составляем, если нашли, то хорошо. И более того, я вам скажу, что вот эта вот доходность, вернее, цена на облигацию, она запросто может быть и вот такой. То есть, выше номинала. И сейчас вы это увидите. Вот, посмотрите, здесь, вот она доходность. Вот, смотрите, вот цена выше номинала, запросто такое бывает. И здесь доходность 40,59% годовых. И их покупают. Почему покупают эти облигации? Ну, на самом деле, я, мне просто стало интересно, я посмотрел на эту облигацию и увидел, что облигация с переменным купоном. То есть, здесь есть масса нюансов еще в облигациях. То есть, смотрите, то, что мы рассмотрели, то, что мы рассмотрели, это облигации, у которых не меняется номинал. Это стандарт абсолютный, вроде бы, да? Не меняется номинал, не меняется купонная доходность. Но у некоторых облигаций, значит, есть там масса нюансов. То есть, вот сама вот эта доходность, она меняется. И, судя по всему, там переменный доход. И обычно с выплатой очередного купона, значит, доходность по этой облигации меняется. Я очень сильно подозреваю, что доходность резко-резко вырастет. И поэтому сейчас эта цена, уже в эту цену заложено будущее повышение купонной доходности. То есть, на все надо смотреть. Поэтому, друзья мои, когда вы выбираете облигацию, смотрите вот на эту табличку. Внимательно очень вы смотрите вот сюда. И потом берете ОФЗ, там 26224, номер это ФЗ. И включаете поиск, и находите информацию в интернете по этой облигации. Чем она отличается? Почему она такая особенная? Если здесь нет никаких особенностей, то хорошо, можно брать. Если есть какие-то особенности, то надо их изучить. Может быть, эта облигация даже лучше, чем вот те, которые стандартные. Но об этом я буду рассказывать в следующий раз. Потому что есть облигации. Посмотрите, вот есть номинал там. Так, где он номинал? Тысяча, тысяча, тысяча. А тут раз 400 рублей. Тут 950 рублей. Почему? Потому что есть облигации, которые с амортизацией, так называемой, у которых купон выплачивается в виде... То он вообще не выплачивается, он нулевой купон. И такое бывает запросто, и купон выплачивается только вот за счет вот этой вот цены, за счет подорожания, например, да? То есть, так называемые облигации, в которых купон выплачивается за счет дисконта. Или, например, у меня есть облигация, вы знаете, я об этом много раз рассказывал. Есть облигация, которая называется РУС-28, и у нее купонная доходность совершенно феноменальна. Она какая-то... Купонная доходность вот такая. Вот. То есть, там совершенно сумасшедшая. Там купонная доходность у нее 12,5 или 12, или 13, там с половиной. Что-то такое. Вот. И поэтому, поэтому облигация стоит уже у нас не дешевле номинала, а значительно дороже номинала. Понимаете? То есть, эта облигация у меня стоила, когда я ее покупал, она стоила вот примерно вот так вот. И совершенно понятно, что она будет, она долларовая, она будет как раз опускаться здесь. И, посмотрите, наклон вот этой линии красной идет вниз, он отрицательный, а наклон купонной доходности положительный. И, соответственно, разница между этими наклонами – это мой доход, моя доходность. То есть, здесь есть масса всяких вариантов. Но чем хороша РУС-28, тем, что по ней условие такое, что не облагается купонный доход налогом по доходным 13% и нет налога на курсовую разницу. То есть, если доллар вырастет, я думаю, что к 2028 году он должен вырасти, скорее всего, но чисто по определению, то, в принципе, не будет налога на курсовую разницу. Поэтому я ее не собираюсь продавать, хотя она сейчас очень сильно упала в цене, потому что, ну, потому что она упала в цене, потому что все доходности выросли. И, соответственно, цена на нее упала. Мы можем сейчас прямо ее и посмотреть. Где она тут у меня? Вот она, РУС-28. Так. Ну вот, посмотрите, у нее цена долго держалась, 158% от номинала, да, как вы понимаете. Я ее купил 162% от номинала, она сначала выросла. В цене. Ой. Она сначала выросла почему-то, вот, потом, значит, стала снижаться. И сейчас она стоит 149% от номинала. У меня подвис немножечко. Квик. Вот. Вычисляет, не успевает. Вот. Поэтому сейчас, ну, какая там эффективная доходность, я не знаю. Посмотрите сами, если вас это интересует. Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, ну, не запудрил вам мозги. Надеюсь, вы хоть что-то поняли. И вот таким образом считается доходность по облигациям. я хотел об этом рассказать. Давайте посмотрим на котировочки сейчас. Так. Так, так, так. Так, шаблоны на облигации. Смотрим. Ну, сейчас по этой облигации доходность 4% годовых в долларах. Это доходность, эффективная доходность в долларах по этой облигации. То есть, в долларах плюс 4%. И плюс никакой курсовой разницы, никаких налогов. То есть, это вот я ее продавать не собираюсь. В принципе, когда я ее покупал, была 4,52% по-моему доходность на момент покупки. То есть, она постепенно же в течение времени сама, по идее, должна приближаться к номиналу. То есть, это совершенно запрограммировано. Запрограммировано и все это есть. И более того, так я ее покупал 162% от номинала, то там разница между ценой покупки и ценой продажи еще и уйдет в зачет налога. То есть, там вообще все в шоколаде. Вот такая облигация. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Деменков Юрий.